Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии после масштабной реконструкции Торжественно открыли главный стадион Республики Нарт Первым матчем на футбольном поле обновленного стадиона Стала товарищеская встреча команд ветеранов футбольного клуба «Спартак» И сборной Карачаева, Черкесии Церемония началась с парада воспитанников детских спортивных школ региона Затем именитые спортсмены из Карачаева, Черкесии Участники Олимпийских игр подняли флаги Российской Федерации, Карачаева, Черкесии И официальный флаг столетия региона С приветственным словом к жителям и гостям В региональной столице обратился глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов За последние годы мы построили во всех городах и районах Карачаева, Черкесии Более 150 спортивных объектов В числе которых и центральный стадион нашего региона Нарт В год столетия государственности Карачаева, Черкесии Для всех, кто родился и вырос на нашей благодатной земле Кто на ней честно трудился, продолжая славные традиции предыдущих поколений Кто верит в будущее, делает все возможное, чтобы оно было успешным и счастливым Началась новая история Карачаева, Черкесии Отметил руководитель региона Он также напомнил, что в этом году исполнилось 40 лет футбольному клубу Нарт И объявил о возрождении в Карачаево, Черкесии профессионального футбола Затем на стадионе Нарт зажгли чашу победы От факела которой в год столетия Карачаева, Черкесии Спортсмены пронесли по знаковым местам ее столицы Чаша победы стала символом будущих спортивных побед республики После матча состоялся праздничный концерт с участием известных артистов Карачаева, Черкесии Отметим, что кроме футбольного поля в открытом спортивном комплексе Нарт Также обустроены 8 беговых дорожек для легкоатлетов, сектор для прыжков в длину Есть универсальные площадки для баскетбола и волейбола Здесь могут проводиться соревнования по бегу, метанию диска и молота, силовой гимнастике, прыжкам в высоту с шестом и другим видом спорта Вместимость трибун почти 9 тысяч мест Проект благоустройства Центрального парка в Усть-Джигуте стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Он получит грант в размере 85 миллионов рублей на реализацию и софинансирование с бюджета республики Реконструкция парка общей площадью около 5 гектаров и прилегающей территории предусмотрен новый ландшафтный дизайн Планируется создать зоны отдыха, обустроить места для торговли и проведения выставок, зоны Wi-Fi Установить детскую площадку рядом с новым семейным кафе и провести работы по озеленению На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей Об этом рассказывает старший инспектор группы по вопросам гражданства соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии капитан полиции Снежана Конкошева С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации Отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики Имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации Таким гражданам медосмотр уже не нужен, они ранее проходили медицинское свидетельствование Заявления и фотографии, с ними они могут, ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России Должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь, в Черкесске, в управление с документами, которые у них имеются В Усть-Жакутинской центральной районной больницы появилась собственная кислородная станция Это значимое событие для больницы, сотрудникам которой во время пика пандемии пришлось серьезно потрудиться, чтобы обеспечить жизненно важным кислородом пациентов ковидного госпиталя, развернутого в свое время на ее базе В кислороде сейчас нуждаются пациенты с постковидным синдромом Многие из них до сих пор ощущают на себе последствия перенесенной болезни и вынуждены обращаться за помощью к медикам Комментирует главный врач Усть-Жакутинской районной больницы Марат Шакманов В последнее время участились случаи, когда раньше, мы где-то уже работаем давно, такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные На фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше, у них улучшается качество жизни Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно это усталость, утомляемость, бессонница, головные боли На фоне кислорода им становится заметно лучше В целях обеспечения пожарной безопасности единого дня голосования в республике проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения Все объекты, на которых будут проходить выборы, проверяются на предмет соблюдения обязательных норм и требований пожарной безопасности Межведомственными комиссиями, в состав которых входят и сотрудники МЧС, проводятся обследования избирательных участков Личным составом отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Малокарачаевскому району Проведено обследование избирательных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности Сотрудники МЧС осмотрели здание на наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей Особое внимание инспекторы уделили первичным средствам пожаротушения, а также знаниям работников в случае пожара Провели дополнительный инструктаж и занятия по эвакуации В Карачаево-Черкесии полным ходом идет подготовка к единому дню голосования В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки Они будут задействованы в том случае, если по каким-то причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования На этот случай муниципалитеты, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое число автобусов А избиркома оснастит их всем необходимым для процедуры голосования Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по Черкесску Мария Алакаева Одно дело подготовить мобильные избирательные участки Но также мы должны подготовить и людей, наши участковые избирательные комиссии Для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаева Черкесской Республики И в обучении мы будем использовать именно этот порядок Естественно, в приоритете здоровья и жизни избирателей Затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию И затем, насколько это возможно, оперативно продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках Во всех школах Карачаева Черкесии осенью текущего года в пилотном режиме внедрят новую систему «Новая школа», предназначенную для родителей и школьников Она включает в себя электронный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотеку цифрового образовательного контента, а также видеоконференц-связь Внедрение платформы обеспечит равный доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам и сервисам на всей территории страны и будет способствовать созданию единого образовательного пространства В преддверии начала учебного года партия «Единая Россия» проводит мониторинг безопасности пешеходных переходов, ведущих к социально значимым объектам и образовательным учреждениям Данную работу, помимо партии, проводят представители Министерства промышленности, энергетики и транспорта Карачаевой Черкесии совместно с сотрудниками госавтоинспекции В целом ситуация по пешеходным переходам в Карачаево-Черкесии удовлетворительная, однако хотелось бы обратить внимание жителей Карачаева-Черкесии на те пешеходные переходы, которые находятся рядом с местами их проживания Если по ним есть замечания, то можно обратиться в общественную приемную, либо в исполком партии «Единая Россия» Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав, введены высокие штрафы, уголовное наказание и конфискация автотранспорта Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ «Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов». Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статье 12 прим. 7 КОАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. В Карачаево-Черкесии продолжается надзорно-профилактическая операция «Урожай». В эти дни инспекторы территориальных отделений по Адагихабльскому, Ногайскому и Малокарачаевскому районам провели профилактические рейды в полях и местах хранения зерновых культур. Особое внимание уделялось организации работы по опашке вокруг полей и их разграничению на участке, проверке состояния противопожарных источников и подъездных путей к ним. Руководителям сельхозпредприятия необходимо принять дополнительные меры безопасности, направленные на сохранение урожая. Перед сбором урожая поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе или автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством России предусмотрена административная ответственность. А если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то ответственность возрастает. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаево-Черкесской республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому по становлению правительства Карачаево-Черкесской республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами. А именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожневных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается. То есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. В Черкесске и Абазинском районе проходит очередная серия мероприятий акции «Генеральная уборка», участие в которой принимают представители различных учреждений и ведомств, а также неравнодушные жители Карачаева-Черкесии. Акция уже прошла в Адагихабльском, Ногайском, Уст-Джикутинском, Зеленчукском муниципальных районах. За период апрель-июль участниками «Генеральной уборки» стало более 13 тысяч наших земляков. Очистку берегов водных объектов провели в рамках традиционной всероссийской акции «Вода России». В сентябре марафон «Генеральная уборка» пройдет в Хабесском районе. 27 августа в столице Карачаева-Черкесии состоится традиционная ярмарка, на которой ведущие сельхозтоваропроизводители из разных регионов Северного Кавказа представят свою продукцию по сниженной цене. Местом для проведения ярмарки уже по традиции станет территория комплекса «Агропарк» на улице Свобода 62. На все виды продуктов будет установлена цена ниже, чем в торгово-розничной сети магазинов. Торговля будет организована с 8 часов утра. О маршрутах городского транспорта к месту проведения ярмарки будет предоставлена дополнительная информация. В эти дни сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам провели инструктажи с отдыхающими, где жителям и гостям республиканской столицы напомнили основные правила на воде, рассказали, как следует вести себя вблизи водоемов и напомнили о том, как оказать первую помощь утопающему. Населению также раздали памятки с основными правилами безопасности при нахождении у воды. Сотрудники МЧС проверили наличие соответствующих запрещающих знаков на берегах водоемов и на подъездных путях к ним. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Всё для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителей Донбасса и бойцов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба Бимурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесии одержал победу в номинации за сохранение культурных традиций в танце на фестивале «Таврида-арт». Поле ста танцоров, лесгинки из семи регионов страны сразились в творческих поединках, чтобы выяснить, кто лучше всех исполняет национальный танец. В соревновании приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабартино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии, Алании и Чечни. Наши земляки одержали победу в номинации за сохранение культурных традиций в танце. Финал конкурса «Кароли лесгинки» на главной сцене стал одним из самых зрелищных и ярких событий фестиваля «Таврида-арт». Зрители поближе познакомились с культурой народов Кавказа и увидели особенности национального танца каждого региона. В поселке Куржинова Урупского района прошли традиционные казачьи игры «Шермицы», посвященные столетию Карачаева-Черкесии. Дети и взрослые состязались на ловкость и координацию в бою подушками на бревне, владении арапником, рубке шашкой, метании ножа и пудовой гири и других дисциплинах. Победители игр были отмечены грамотами и поощрительными призами. Добавим, что прошедшие «Шермицы» стали площадкой и для этнокультурной творческой программы. Народные казачьи песни исполнили хор «Урупчане» и вокальный ансамбль народной песни «Лазоревый цвет». Ранее в Урупском районе по инициативе районной администрации казачьего общества состоялся открытый турнир по мини-футболу, также приуроченный к столетию Карачаева-Черкесии. Победителем стала молодежная команда Урупского районного казачьего общества. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это все вести Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.